здравствуйте мои дорогие и уважаемые подписчики вот такая красота вот такая не необыкновенная красота ароматище и вкуснотища я думаю у меня сегодня получилось рецепт не мой это онлайн рецепт я готовила первый раз то есть каждое движение я согласовывала с автором автор леся украинка этой колбаски какая она вкус вы конечно узнаете а как ее приготовить смотрите пожалуйста видео вот такое мяско она не жирная поэтому я взяла вот у меня есть размораживается такие жирные части я добавлю здесь очень много секретов ребят так сейчас секундочку это поперек значит нужно где-то вот такой толщины если мы как обычно нарезаем кубиком то здесь строго-настрого хозяйка рецепта сказала нарезаем где-то пять сантиметров длиной а толщиной как две спички это очень важно ведь какое мясо хорошее если у вас вам трудно резать то вы можете немножечко подморозить вот и сейчас пополам и теперь как спич 2 3 спичкой сказал алайся вот так для чего это я потом вам расскажу почему важно именно такая нарезка потому что я внимательно слушала онлайн конференцию почему именно так вы поняли так вот такими вот полосочками вот такими я нарезаю быстренько насколько как-то я порезал те кусочки которые жирные они у меня конечно мерзла немножко но мы их на режим нарезаем тоньше и помельче и вот это вот замороженное мясо которому не было кусочке они дадут влагу а это мясо вот смотрите как я порезал вот такими вот вот такими полосочки сейчас мы Мы быстренько все это сделаем, замаринуем его и поставим в холодильник. Я взяла хорошую чайную ложку кориандра в зернах. Я буду перетирать в ступке. Вы можете на кофемолке, как хотите, но не покупайте. Вот здесь именно акцент. Я тоже люблю, чтобы совсем другой аромат будет. То есть кориандр сейчас я перетираю. Прямо сюда к этим зернам кориандра добавлю чесночок чуть-чуть. Ну, что касается чеснока, вы добавляйте сколько хотите. Если вы любите чеснок, пожалуйста, сейчас я это все перетираю. И можно добавить сюда чайную ложку сумеша перцев. Не нравится вам кориандр? Не добавляйте. Но я делаю так, как мне сказали, вот именно классический этот рецепт. Так, все перетираю. Видите, что меня отличается сейчас с мяса, потому что у меня онлайн конференция этот рецепт. Я автору сразу отсылаю, какой у меня получился фарш, что я добавляю. Сказали добавить немножечко сала. Поэтому я добавила, у меня в холодильнике было сало обычное, не соленое. И добавила чуть-чуть сала, но еще не перемешивала. Дальше. Нужно 50 граммов вот такой горчицы. Но у меня 25, значит, буду выходить на 25 граммов. Не бойтесь, горчица эта, она очень размягчает именно структуру мяса. Дальше. Вот я перетерла ступки чеснок и кориандр. Кориандр тоже автор говорит, не бойтесь, добавляйте. Но, знаете, я кориандр, честно говоря, немножечко побаиваюсь. Ой, как ароматно, как ароматно. Так, теперь. Здесь очень большая хитрость, что я должна добавить сюда 3 столовые ложки майонеза хорошего. Но я знаю, что вы сейчас будете возмущаться, майонез не полезен, майонез не то, не сё. Поэтому я добавляю 1 хорошую ложку майонеза и 2 столовые ложки растительного масла. Вы же, это не каждый день, такую колбасу вы будете кушать, добавляйте 3 столовые ложки майонеза. Получается, хорошим быть хочу для автора и для вас, конечно. Вот так. И 2 столовые ложки растительного масла. Дальше. Теперь я присаливаю и начинаю вот это вымешивать. Но это ещё не всё. Я буду вымешивать, вымешивать и буду добавлять сюда воду. То есть, если 4 килограмма мяса, нужно 1,5 литра воды, то я думаю, что мне нужно получается где-то 700. Я буду смотреть. 750, а может пол-литра. Сейчас моя задача вот так вот всё это вымешивать. Мясо впитывает в себя растительное масло, майонез. И доливать воду. Я буду с кулера воду доливать, а вы какую хотите. Вот такие полосочки. Вот они, такие полосочки. Это для того, что когда колбаску мы кругом будем заворачивать, оно получается, что мясо ложится в косу. И так намного-намного лучше. А уже сало само нарезайте, конечно, помельче. Это оно у меня мёрзлое, оно разойдётся. Солю я пока, вот как считаю нужным. Попробую водить. А потом уже, когда у нас мяско постоит, нужно взять столовую ложку этого фарша и отправить в микроволновку. У меня микроволновки нету, поэтому столовую ложку я быстренько обжарю на сковородке, чтобы знать, вот подходит мне вкус по соли, по всему. Да, если нет, буду добавлять. Видите, вот смотри, сначала было такое мокрое, да? А сейчас, смотри, ничего нету. И я добавляю воды. Так, вот пол-литра я набрала и постепенно стакан сейчас вылью и буду вмешивать. Не сильно раздрелась. Так, всё. Вымешиваю это мясо и вмешиваю сюда пол-литра воды. Смотрите, я добавила воды, вот здесь у меня уже пол-литра. Прямо как жидкое, да? Прямо очень жидкое. Что я наделала? Нет, я сейчас вот так буду вымешивать, и эта вся вода уйдёт. Смотрите, видите, уже здесь никакой воды нету. Вот смотрите сюда, видите? Вот. Сейчас. Я просто так вот, знаете, как массаж. Вот такими движениями. Мясо вообще любит, когда делают массаж. Вот такими движениями. И сейчас соль я попробовала. Мне по соли хорошо. Чеснок добавляйте, если что. Так. И сейчас накрываю плёночку, ставлю в холодильник. И через 30-40 минут ещё раз вот так перемешаю. И накрываю, и оставляю вот этот фарш на ночь в холодильнике. Ну что, смотрите, прошёл час. Может, даже немножечко больше. Аккуратно плёночку, чтобы потом затянуть. И ещё раз. Смотрите, как, видите, какое туже стало. Уже нету вообще воды. Такое, как плотненькое. Воздушное прямо такое оно. Открываю. И оставляю до завтрашнего утра. И теперь немаловажно. Я взяла холодную воду. У меня вот такая вот кишка. Оболочка. И я её сейчас... Если вы покупаете на рынке, то этого делать не надо, потому что она не солёная. У меня она, видите, вот связана верёвочкой магазинная. И она в соли. Поэтому мне нужно сейчас её оставить тоже на ночь в воде. Колбасы у меня прилично получатся. И вот, пожалуйста, сюда. Опа. И ещё, наверное, один кусок. Всё. И поставлю в холодильник, пусть стоит. Вот так можно чуть промыть. Потому что, если будет и сразу начинять суховатая оболочка, и вам трудно будет и рваться она будет, и трудно будет начинять. А так она размолкнет, и будет всё хорошо. Ну что, рада приветствовать вас на кухне опять. Смотрите. В холодильнике стояли кишки. Оболочка мягенькая, замечательная. Ой, холодная-холодная. Так. И наш фарш. Вот я его вчера перемешала, накрыла. Уже плёнка эта не нужна. Ещё раз перемешиваю. Смотрите. Никакой лишней влаги нету. Всё впитала. Посмотрите, как выглядит. Ой, какой ароматный. Вообще обалденно. Ой, а холодная. И теперь беру, попробую. У меня почему-то на мою электромясорубку не получается. Но может из-за того, что я не распаривала эти кишки. Сейчас попробую делать на электромясорубку. Убираю. Так. Всё. Одела я этот. Эту дудочку. Можно растительным маслом смазать. Делаю. Делась хорошо. Вот так протру. И сейчас отправляю сюда фарш. И начиняю не сильно плотно. Вот видите, ну не идёт у меня. Ну не знаю почему. Или за оборотом, или за чего. Ну не хочет продавливать колбасу. Вот сколько я натолкала, нифига не идёт. Ну что, буду сейчас всё менять, всё вытаскивать. Обыкновенную мясорубку буду брать. Объясните. Я думаю, что сильно большие обороты. Смотрите. Оно не хочет идти. Абсолютно не хочет идти. Достаём бабушку. Вот это будет самое-самое классное. У нас такая вот бабушка есть. Это я думаю, будет самое надёжное. Буду крутить потихоньку. Вы знаете, вот в этом носике есть такая ложбинка, которая вставляется, и вот она прижимается вот этим кольцом. А у меня на той мясорубке, смотри, видите, сразу пошло, видите, всё отлично. А на той мясорубке у меня нету, просто вот приставляется, и наверху как бы носик этот. Вот эту вот колбасу, ни разу я той насадкой не сделала нормально колбасу. Ну и теперь пальчиками перета. Вот тут воздух в конце. Сразу имейте иголочку. Пока мясо колоть не надо, но вот если у вас, вы видите, что не пускает, я же завязала. Видите, надо было завязать после того, когда дойдёт сюда мясо. Это моя оплошность. Вот только начали мясо пускать, потом завязываете воздух. А так у меня воздух. Вот здесь я немножко кольну. Всё, теперь вот так беру потихонечку, не спеша, попускаю, вот видите, левой рукой. Правой кручу, левой попускаю и начиняю колбаску. Включите духовку. Можете включить 200 пока. Ну что, вот эта последняя колбаска, она получилась самая такая у меня плотная. Это я думаю, мама в гостях сделает, маме отдам. Что я сделала? Я сняла вот этот шнек и вручную отсюда всё, вот с этой трубочки всё выбрала. И вручную вот открыла вот так эту оболочку. И сюда прямо вот так вот нафаршировала. Чтобы ничего не пропадало. Вот с двух килограмм мяса получилось, смотрите, сколько колбасы. Начиняете, она должна у вас быть вот такая вот, видите, неполная. Ну в смысле, не сильно набивайте её. И мне Леся сказала, что, ну понятно, что если сейчас я всё это приготовлю, то это много колбасы. Говорит, возьми один рулетик, вот этот виточек, возьми и заморозь. В полиэтиленовый кулёчек или в плёнку и просто заморозь. И на день рождения там вот Саша будет или кто-то в гости придёт, потом будешь готовить. Отлично заморозки. Это мы с вами проэкспериментируем. Но здесь секрет. Вот эту колбасу, вот она какая есть, тут с воздухом, без воздуха, я её в полиэтилен и в морозилку не колю. А вот эту колбаску, которую я буду жарить, видите, вот здесь воздух, я сейчас хорошенечко с двух сторон поколю иголочкой. Всё, и теперь беру иголочку и вот так хорошенечко, зубочистка рвёт с двух сторон, вот так накалываю. И эту тоже заворачиваю змейкой. Беру противень, растительное масло. Духовка у меня уже включена, я давно включила, 200 градусов прогрелась. Так, на противень наливаю растительного масла. Ну, немного, это не фритюр. Пару ложек. И колбаску беру, вот так. И этим маслом с двух сторон смазываю. Я думаю, что я всё правильно делала. Если вот так вот по улитке, по этой, чтобы вот здесь тоже маслом было. Я никогда колбасу маслом не смазывала. Так. С поднизу тоже. И сюда. И тут маленькую сейчас тоже так вот положим. Смотрите, первые 10 минут, видите, как побелело. Не очень видно, но, извините, я по-другому не могу показать вам. Я пришла и коляю, да видите, какие фонтаны бьют, видите. Так что осторожно, у меня духовку даже испачкало. Я прокалываю, и бьют фонтаны. Ничего, вот в этой влаге она будет тушиться. Вот. Настоящие фонтаны. Как же ж пахнет, ребяточки, як пахнет. Сейчас прийдут соседи. Смотрите, видите, сколько водички. Но Лесе говорила, что эта вода нормально. Оно как запечется, а водичка потом можно ее так брать и прямо на хлебушек. Сейчас я переверну колбаску. Это щелопроты, мне так удобней. И вот перевернула. И дальше. Будем смотреть. Можно немножечко поколоть с этой стороны, как вы тут видите. Все, отправляю и пусть. И вот так будем туда-сюда, туда-сюда, пока не приготовится. Смотрите, как хорошо зажарила. Сейчас опять переверну. Потому что я же не сижу возле колбасы. Я бегаю туда-сюда. Я занимаюсь домашними делами. Бегаю туда-сюда. Переворачиваю еще раз. Перевернула. И опять в духовку. Ну, смотрите, какая красавица. Я уже буду выключать. Она поджарилась с двух сторон. Я уже не помню, сколько раз я ее переворачивала. И, смотрите, уже воды совсем мало осталось. Ай, какая красота. Смотрите, какие батончики. Больше не хочу засушивать ее. Остывает. Да, конечно, чуть-чуть она замазывает духовку. Видите, какое забрызганое стекло. Но, знаете, как говорится, колбаса требует жертв. Все, немножко остывает. И будем с вами пробовать. Сейчас я эту переверну, чтобы она впитала в себя вот этот вот жирок, который здесь есть. Перевернула. Больше не хочу. Пусть вот такая и будет. Еще. Сразу, видите, я сразу вытерла стекло. Сразу, пока горячее, вытирается. Все отлично. Ну что? Крутить эту колбасу можно до бесконечности. Я ее ничем не намазывала. Она вот такая вот и есть блестящая. И блестящая с двух сторон. И мы любим, чтобы было чуть-чуть больше поджарено, поэтому зажарено. Поэтому я приготовила так. Вы можете, ну, делать чуть меньше. Ребята, ну, я не буду брать ножик, потому что это, смотрите, ах, это неправильно. Нужно колбасу вот так отламывать. Вот так. Смотрите, какая колбаска. Какая же она ароматная. Сала немного. Если вы любите более жирную, добавляйте сала больше. Давайте будем пробовать. Это вообще. Сегодня у меня независимые и зависимые эксперты есть. Все расскажут. Ой, как вкусно. Ну что, мои хорошие, я, наверное, запишу отдельно маленькое видео мукбан такой колбасы, но это просто вкуснятина. Я переживала за кориандр, я переживала за горчицу, что как-то, знаете, непривычно у нас это. Это просто вкуснятина. Но она совсем, совсем другая по вкусу, как я ела у Лены. Ну, колбаса просто отпадная, отпадная. Так что, мои хорошие, готовьте. Пусть у вас все получается. Заходите на канал Алла Ковальчук. Я готовлю свои рецепты. Мне дают рецепты мои друзья. Так что у нас все интересно и вкусно. Заходите, пожалуйста. До новых встреч. До побочения. До новых встреч.